На Меднее Евангелие читал. Супер книга. В наше время, когда горящая земля производит удушающий ядовитый дым, хочется чистого воздуха глотнуть. А его нигде нет. Везде яд, везде ложь, ненависть и смерть. И вот он, воздух свободы, воздух мира и любви. В Евангелии Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Это невероятно. Бог любит мир. Бог всякому верующему в Иисуса Христа дает жизнь вечную. Он Иисуса Христа, Святого Сына Своего, отдал в этот мир. Сына сделал жертвой искупления. Представляете? Вот это любовь. Вот это любовь. За меня отдал своего Сына, чтобы мне жизнь вечную дать. Это класс. Живу и наслаждаюсь. Радости моей нет предела. Слава тебе, Господь. Дай-ка я еще почитаю Святое Евангелие. Как это здорово. Там написано про Бога и Его любовь. Читаю. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал себя за нас. В приношение, в жертву Богу, в благоухание приятное. Опаньки. Вот в те раз. Подражать Богу. Теперь моя очередь любить. Теперь, выходит, я должен себя отдать в приношение за других? Я должен стать жертвой? Благоуханием приятным? Ой, возможно ли? Ничего себе. Это же как? Да так же не бывает. Они-то вон какая дрянь. Всякие еретики, сумасброды, злыдни, развратники. За них быть приношением? За них стать жертвой? Вскипел я, едва не сгорел в огне праведного гнева. Господь меня остудил. Сижу теперь, скубаю свою седую голову. Нужно подлинное христианство осваивать, познавать любовь, учиться любить, учиться прощать, учиться жертвовать за людей. Явился Христос, избитый весь, кровь и мясо, да еще и к кресту прибит, гвоздями, колючки в голове. И он говорит, отче, прости им, ибо не знают, что делают.